Политика Соединенного Королевства в Ливии до и после интервенции в марте 2011 года основывались на ложных предположениях и неполном понимании специфики страны и ситуации в ней. Это цитата из доклада, подготовленного специальной комиссией парламента Великобритании. Отмечу, что это не то же самое, что пресловутые исследования британских ученых. Это документ. То, что было очевидным еще пять лет назад, теперь дошло и до Лондона. Как есть, так есть. Здравствуйте. Комиссия возлагает ответственность за случившееся в Ливии на бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Именно его позиция, согласно докладу, сыграла решающую роль в принятии решения участия Великобритании в военной операции. Досталось от британской парламентской комиссии и Франции, которая была одним из зачинщиков интервенции. Напомню, что ранее президент США Барак Обама назвал решение бомбить Каддафи правильным, лишь высказал сожаление о том, что коалиция не смогла подготовиться к последствиям. Последний факт американский лидер даже признал главной ошибкой своего восьмилетнего президентства. Хрестоматийный пример политического покаяния. Очевидно, что те, кто уничтожал Каддафи, даже не думали о сохранении ливийского государства. Информация о вековых клановых и племенных распрях была известна любому, кто маломальски интересовался Ливией. И было понятно, что с устранением сил Каддафи, успешно сдерживавших эту тлеющую междоусобицу, она вспыхнет синим пламенем. BBC цитирует выступление внешнеполитического ведомства Великобритании в защиту военной операции пятилетней давности. Муаммар Каддафи был непредсказуем, он обладал и средствами, и решимостью притворить в жизнь все свои угрозы. Его действия нельзя было игнорировать, необходим был решительный и коллективный ответ. В течение всей кампании мы действовали в рамках мандата ООН, защищая мирное население. Муаммар Каддафи был непредсказуем, говорят в форен-офисе. О те шайки на джихад-мобилях, которые пришли ему на смену, можно подумать, открытая книга. Или исламское государство, которое опустило корни в Ливию. Как это можно на ясном глазу продолжать называть защитой мирного населения? Да что там аборигены, комиссия парламента среди последствий ливийской авантюры называет иммиграционный кризис в Европе. А защищенному мирному населению, по мнению докладчиков, достались внутренний вооруженный конфликт и массовые нарушения прав человека. Когда-то огромные запасы нефти делали Ливию богатейшей страной Африки. Джамахерия могла себе позволить экономическую помощь другим странам континента. Да и успешные государства не гнушались слизывать сливки с нефтяного пирога Каддафи. Сейчас уровень добычи углеводородов упал в пять раз. И это по самым оптимистичным оценкам. А вот расходы на вооружение, наоборот, растут. Это уже не из доклада британских парламентариев, а из тех немногочисленных источников, которые продолжают следить за событиями в Ливии. Обама упорно называет правильным решение об интервенции. Ему, Нобелевскому лауреату, конечно, виднее. Как есть, так есть. До свидания.